Очень приятно, что на нашем приглашении для участия в семинаре появились специалисты различных сфер экономики, ученые, работники, органов местного самоправления. Мне бы хотелось от вашего имени, пожалуйста, признательность грузии экспертов, которые приехали в Запорожье, работающие в рамках проекта «Техническая помощь» и без реализованного при финансовой поддержке правительства Швеции за правильное внимание к нашему региону. Также приятно приветствовать группу экспертов и всех присутствующих в выставочном комплексе «Казахстан-Паланц» и пусть вам будет комфортно обсудить актуальное дело в хороших сопротивления правильной возможности, предоставка которой предоставлено членству. И, конечно же, целый ряд факторов, которые повлияют в последнее время на анализ эффективности использования новых инструментов для развития экономики, в принципе внешнеэкономической деятельности Украины, я имею в виду и европейский вектор интеграции Украины, и предоставленные в Украине референции. Конечно, эти все вопросы были сегодня в определенной мере, так сказать, обсуждаться вместе с вами, и любыми экспертом. Решите пожелать вам эффективной работы. И хотелось бы представить председателя управления Института экономических исследований и политических консультаций для справедливости Украинского передачи условий и права на доверенность им на Украине. Дякую, Владимир Иванович. Я хочу сказать, что у нас это великое честь, что будет кироговым сегодня спелкуваться с вами, працюваться с этим практически сегодня день, с представителями, основных, в одном из самых труднейших украинских индустриальных регионах и всеми людей на нас. Прежде всего, я думаю, что в Афганистской области и в Афганистской области, это концентрация и депутатизм и различных условий. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сегодня и великие, и маленькие, и средние предприятия, которые живут в лучшие часы. Мы, наверное, же требуем, чтобы выжить большую возможность для того, чтобы выжить эти условия и выжить дали. Тема нашего сегодняшнего семинара – это всесвятная торговля система «Плик святовой организации торговли» для Европейского союза на «Украинский бизнес». Нас, мне кажется, очень трудно говорить, это сагальне, в принципе, очень многое сказано, но мы хотели с вами сегодня закончиться практически на двух блоках питаниях. Первый пункт питания – это питание, связанное с «Святовой организацией торговли», которая, фактически, преданная кількостью с «Святовой организацией торговли». Мы поговорим о том, как реализуются эти механизмы запись национальных городов в межах «Святовой организации торговли». Далее мы поговорим о проблеме, о связи с «Святовой организацией торговли» с «Святовой организацией торговли», потому что «Святовая организация торговли» – это постоянный диалог, где страны информируют на годы про изменения в своем регуляторном сервисе. Дальше. Дуже приятно, что сьогодні, мы можем представить вам представителей фахивцев Министерства экономического развития торговли, которые, безусловно, в своем днице торговли организации занимаются тем, что занимаются сегментами торговли. Поэтому мы можем, с первых рук, почувствовать, как это делается, а, с другого, возможно, отримать ответы и ответы, которые вас интересуют. Первая часть нашего семинара будет завершена доповедью пана Петера Стармангейма «Экспорта страны и политики», который будет предложить обеспечиванию целей створения вартостей и рынок Европейского союза. Начинка тема будет немного загальна, но сегодня мы будем говорить про «Святовый рынок». «Святовый рынок» – это не только и не столько готова продукция, которая вырабатывается безусловно, сколько, для многих страны есть очень важная система комбинации разных и экономических этажах и для многих страны участие в этих этажах очень важным элементом экономического развития развития экспортного аэкспорта План основания будет обретать промышленно-обудование, техническая иностранная вещь, где просто будет положить третий приклад, что, когда мы разговариваемся с айфоном, мы не завжди разобьем, не завжди загадываем про то, что айфон – это практически 100 тысяч ризного рода патентов и рецензий, которые, так сказать, уособлены в целом, посреди маленького вироба. То есть, в основном, было бы можно уявить, какая-то система, так сказать, в связи с виробництвом айфоносом, потому что это все складно юридичным умом, и финансовым умом. Будут, вот это все, и правильные роялти, и фактически продаж одного айфону запускают весь экономический механизм, все финансовые средства. Далее, приятная часть перерыва на карту, и после перерыва на карту, мы говорим о с вами про нынешнем возможности, повязанной с препорацией между Украиной и Европейским Союзом. Знаем, что, с одного боку, мы подписали и ратифицировали угодно, даже уже почти 9 стран ратифицировали Украинского Союза. С другой стороны, мы имеем в виду ситуацию, когда Украина будет терминовать силу политических и других причинных. Это, как говорится, имплементация угодов. Но, собственно говоря, это автономные торговые конференции. И уже, фактически, десь годы 2014 года. И, как раз, нечто данного, было принято решение Ради Европейского Союза, как эти конференции будут действовать в 2010-2014 году в КНК. Я думаю, что, как раз, то, что, соответственно, кризис и экономики проведения конференции, даст возможность понять, как сегодня можно проходить в нейронические регионы, чтобы, с которыми, для этого, для этого. Мы все прекрасно понимаем, особенно, когда мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что это все, это все, это все технологические условия. Вот так же, они все же, они абсолютно разные, но у Европейского Марина это внимание, для того чтобы обеспечить защиту качества животных, и ослев, для того чтобы защита информационного средств, чтобы обеспечить тому. И поэтому, я думаю вам, что с теми, что вы говорите, как обеспечить ВТВ, это информационный эксперти експертный инвентарный центр, который занимается вопросом реформирования системы технического регулирования в Украине. и имел неспосереднюю работу с правой вести до того, что старший законодатель, практик, связанный с централизацией, которые будут не считанно приняты, не считанно приняты в Верховной войне. И, наконец-то, подводя, что такими-то пиксами, где есть такие вот речения, чтобы заработать в ВАГУ, и проводить правоохранительную ассоциацию с юновейским Сибиром. Это такой промоушен. Итак, теперь я хотел бы попросить вас в свободе и речения. Первое, нам очень нравится вашу оценку. То есть, мы обращаем уважение в тех материалах, которые мы у нас давали в Евангене, в Евангене для семинара. И ваши оценки в материале нам очень подходят. В Канадском, в Канадном церемонии, это не самая цель, это то, что с реакцией, это то, что с реакцией, это то, что с реакцией, мы можем использовать нашу официальную ассоциацию Министерство экономического развития и экспертации. И, конечно, это люди, такие, как мы, с которыми мы общаемся, уже посередине судно-практического управления. Это первый момент. И второй момент, это вторая анкета. Это анкета, которая относится это все эти треники, и розвиток, но мы не заранее поездки. Сегодня эта тема, я люблю, да? Она всегда была, в таком технике реакции. Есть очень много, так как раз, точек взорвания, что делать. И очень посередине, чтобы, так же, против этого нашего задания, данного червя, информационного семинара за полную такую вот анкету. И, как правило, я хотел бы описать, это больше, что вы, очень мало особенных, в основном, в основном, в основном, мы представляем средний бизнес, мы представляем какие-то с инши организации. Все вы, если вы пришли здесь безпосередньо на наш семинар, вы, как сказали, данные, в вашей точке слова, безбежной, кто может ответить на все вопросы, или на все вопросы, вы веке на нас очень важны. А чем больше мы отриваем анкеты, мы будем дальше ему спешать, официально поделиться вашим торговым, в ВКОВАТЕР, в ВКОВАТЕР, это, это фокус обидула. Это, посреди, я думаю, что эти материалы будут и вашим коллегам, которые пытаются защитить, и пытаются с подъема в ВКОВАТЕР, и зашли на бизнесе. Ну, и последний, это очень важный вопрос. ВКОВАТЕР Я хотел бы поддякнувать Улету Швеции за то, что техническая допомога над целью, которая у нас спрямована именно на решение технических проблем, связанных с выравниванием и информационной оперативной операции. И, как мне кажется, сегодняшний день мы фактически знаем, что это делать, и кто из тех, кто сегодня рисует, и может за 15-20 когда мы желаем работу, не надо так говорить, но это очень важно, чтобы мы не хотим, что мы хотим, а как мы хотим это сделать. Это и программа Улету Швеции, и программа наших партнеров Национальной Радио-Строхивни, и Министерство Улети Швеции. Это такой, как бы, вступ до святого, но теперь давайте перейдем наше доходим. Я надаю слово пані Веронид Семолченко, академічному директору института, логичного и политического консульта и для того, поведение на тему механизма захисту интересов бізнесу сообщества и организации торговли. Доброго раного! Я буду сегодня говорите про механизмы захисту интересов бізнесу сообщества и организаций Коллеги из Министерства экономического развития дороги будут больше говорить про практические аспекты, про питание модификации, про питание торговельных законов. Потом мои коллеги, как я уже говорил, перейдуть больше на питание технических барьеров и продуктовых ланцужек. Если говорить про механизмы защиты интересов бизнеса, то в принципе их можно разделить на проактивные и защитные. Проактивные – это механизмы, которые спрямованы на улучшение доступа до рынка. Как до внешнего рынка, так и до внутреннего рынка. Союзная организация торговли, она отличается тем, что мы имеем приблизительно симметричный режим, мы имеем сообщественные угодки, и все страны имеют, ну, в певною мере, загальный рынок и звичайные выключения, но, в принципе, они имеют правильное решение. С другой стороны, есть механизмы защитные, то есть механизмы, которые спрямованы на защитие от непросовестной конкуренции, от возрастающей ингредиции, то есть сохранение уже существующих позиций. Если говорить о улучшении доступа на улучшение рынка, то это, в принципе, то, о чем мы часто говорили, когда мы вступали в общественную организацию торговли. И это то, что общественная организация торговли, в принципе, надает всем своим членам, это сейчас 160 стран страны, то есть практически практически вся общественная торговля, в том числе и большинство страны СНД. Россия – это член из общественной организации торговли, Белоруссия, Казахстан, не есть членом общественной организации торговли, они будут переговорить, но как члены Минного союза вместе с Россией, они выполняют обязательство России в рамках общественной организации торговли, Они сами не договывались, но Россия договывалась фактически за них. Какие условия улучшения доступа? Заборона выкространения количественных ограничений, заборона вод. Есть выключения в сельском хозяйстве, но это выключение, и, в принципе, члены института организации строительной не могут задумывать, чтобы этих выключений тоже их уменьшить. Я надеюсь, что вы это знаете точно, но раптом нет полной информации про тарифные квоти в Угоде про ассоциацию договоренности, про расширенную угоду про виробную торговлю с Европейским Союзом. Часто журналісти скажут, что там есть квоти. Что не правильно? В Угоде квоти, то есть количество ограничений экспорта или импорта нет. Есть так называемые тарифные квоти. Это совсем другие. Это механизм ліберализации, но частковый. Когда товар очень чутливый и страны не готовы полностью открыть свой рынок, один из вариантов – это запроведение тарифных квотов. В межах этой квоти, то есть количество товаров установлено, это 0,0 ставка в основном. То есть количество товаров есть просто вольная торговля, так как и для решения товаров. А на объеме, более зафиксированный в тарифной квоте, действует тот режим торговельного регулирования, как всегда. Та ставка в основном, которая действует до создания азотовольной торговли. Но даже количество ограничений, ограничений экспорта в Угоде нет. Потому что Угода полностью базируется на принципах общественной организации торговли. Далее, что очень важное, государственная организация торговли гарантует обеспеченность торговельной политики. То есть мы, в принципе, знаем, что можно ожидать. Конечно, убивают все, это, конечно, общество не будет полностью обеспечен, но есть, в принципе, какие-то гарантии. Например, это связано с визной митой. Мы знаем, что визной митой может колебаться, но они не должны превышать определенного уровня. Мы знаем про плани изменения законодательства. Это будет, я знаю, что больше говорит Елена, но я хочу подкреслить, что это очень важно, что мы знаем не только про уже принятие законодательства, про что нужно поведомляться и размышлять, но и про плани. И, больше всего, в бизнесе, в любом стране, есть право коментировать законодательства своих и других стран. То есть они поведомляют про планированные изменения, и если эти изменения влияют на ваш бизнес, вы с ними не согласны, вы не только имеете право, и с точки зрения вашего бизнеса, вы должны поведомить, что у вас есть определенные застережения, вступить в диалог, попробовать вплинуть на это решение, а вы его оттерменировали, а даже если вы не сможете, фактически, суттєво что-то изменять, хотя бы уже будет термотор. До этого, если кто-то что-то знает, то уже половина дела. Гармонизация технических регионов это санитарных и фотосанитарных стандартных с международными. Если в угодах про ассоциацию более четко написано, что мы гармонизируем с европейскими, общественная организация торговли, она не имеет властных стандартах, она говорит о гармонизации с международными. И Украина, власне, уже с членства общественной организации торговли 2008 года, а фактически еще и раньше, проводила эту поступовую организацию и проводила ее, власне, с европейскими стандартами, потому что это самый близкий сусид, у которого есть международные стандарты, и эта работа просто с угодой про ассоциацию поселилась. Информационная поддержка. Есть специальные центры обработки заводов, нотификации, они же дают информационную поддержку, мне, думаю, скажем больше. И, как я еще сказала, влияет на изменения торговального законодательства. Это немного повторно. Можно передать заплаты и комментарии, те, что я сказала, участие в работе комитета, все, про что тоже будет говорить. И Украина, и Украина в последнее время активизировала свою работу, заявляли за упокоение. Святая организация торговли – это повильная организация. В ней все решается не быстро. Это связано с процессом принятия решений. Если вы все чудово знаете, что в Верховной Раде, чтобы сменить конституцию, которая сменится наше життя в стране, нужно две третины, то есть две третины голосов, мы имеем совсем другую страну. Освятая организация торговли двума третинами, ну, даже кому, мабуть, сложно поменять. Решения принимаются консенсусом, все ключевые, какие технические решения могут приниматься трима-чверти в голосе. А консенсус 160 стран, причем за каждым представником, один представник в одной стране. Каждая страна имеет свои бизнесы. Каждый бизнес очень часто конкурировать абсолютно противоположные интересы. Знайти консенсус в складе. Но, тем не менее, процедура организации торговли работает, на принципе, консенсусом, потому что это организация, которая принимается в первую очередь на защиту интересов бизнесов. Бизнесов от страны, мира. И это участие в работе комитетов, и участие в многих сторонних переговорах в Тухийском районе. Этот раунд, это последний раунд переговоров, он сейчас продолжается, он идет очень глубоко, в основном, с точки зрения, что уже много достигло. Это сравнительно с тем, когда оно началось в середине 2000-го столетия. Святого архива, где значительно больше либеральная, значительно больше вольная, мы знаем низкие ставки, значительно больше регулирования от этого. А, с другой стороны, мы хотим, чтобы достигнуть этого консенсуса. Основное вопрос – это доступ к рынку, то есть, то есть, ко мне тарифов, не тарифных обмежений, особо на сельском господарстве, это экспертные субсидии, их просто скасование, и внутренняя поддержка, так, чтобы она оставалась максимально прозорной, и не спитворенной, если это можно, Украина тоже получилась в Тахийском раунде. Украина не гердена позиція, вона приєдналася до групи країни, які недавно вступили, це окрема група, які вступили після 95-го року, які взяли на себе відносно більше зобов'язаного щодо лібералізації рівень, ніж ті країни, які колись формували СОК. І оскільки ці країни вже зараз відносно відкритіші, то вони кажуть, що решта нас буде здоганяти, а ми не будемо приймати на себе такі ж сильні зобов'язання відкриттю, як інші країни. Це позиція, яку відстоює ця група на регіонах України в тому чисі. Крім захисту доступу на зовнішні ринки, очевидно, що треба захищатись на зовнішніх ринках. І це стосується, в першу чергу, антитегіоноргопізаційних і захистних заходів, про що буде коронцентр Олександр, і механізму розв'язання торговельних суперечок в випадку дискримінації національних виробників. Щодо заходів, я хочу тільки показати статистику. Зараз проти України триває п'ять антитегів, два спеціальних, одне конпенсиаційне розслідування. Це вперше на моїй пір пам'яті, коли проти України було розпочато конпенсиаційне розслідування. Це, взагалі, дуже така нестандартна річчя організація торгівлі. Тобто всього за історією організації такі розслідування нараховувалися сотнями. Тоді як антитегів, бо в спеціальних були тисячі. Тобто довести субсидію дуже складно, тому такі розслідування починаються рідко. Невигідно витрачати гроші на юристів, щоб отримати, ну нічого не отримати. Але зараз і проти України розпочинулося таке розслідування. Я не цікуюсь, що Україна теж таке розслідування у нас почала. Проти нас це Канада розпочала розслідування. Ми розслідуємо проти Росії. Важливо сказати, що Європейський Союз дати на потя України в чинерство сферонізації торгівлі не вводив жодного нового заходу. Тобто поступово кількість заходів в Європейському Союзі скорочуються. Найбільше чинних заходів – це в Америці, США, Мексика, країни нафта. І соціальні заходи – це Минний Союз. Якщо говорити про механізм регулювання суперечів, це ось такий апофіоз троговельного конфлікту, коли переходимо вже до арбітражу. Що вийшли? Сферонізація торгівлі діє повільно, але її мета – позитивне вирішення суперечки. Тобто ідея, що треба забрати ці проблеми, тобто відскасувати цей захід. Деякі країни це використуються. Вони на кілька років вводять захід, поки йде розглядання, обговорення, консультації. А потім кажуть – ну все, тобто два роки вже пройшло. Але в принципі ідея, якщо ти добросовісно використовуєш ці заходи, то краще, щоб вони все ж таки захід до торгувального захисту, вони не протиречно сотворюють за історгівлі принципами, і, відповідно, вони не ввели до торгувальних суперечок. Докомпенсація вдається лише тоді, коли негайна відміна є неможлива. Докомпенсація – це не вічне рішення, а мета – відмінити або знайти взаємного приємку, прийнятне рішення сторін. Процедури досить чітко виписані, досить з чіткими датами від консультацій, що захочуються, щоб вирішити до розв'язання, до створення панелі експертів. А якщо вже ні, то тоді йдуть по процедурі створення групи з вирішення суперечки, фінальний звіт, якщо треба, скарга і потім вже рішення і впровадження цього рішення. Але буває по-різному, тут 250 днів, але, наприклад, деякі звіти йдуть через пів року, деякі звіти, наприклад, в Австралії, зараз датимуться очікувано два роки. Тобто, я не певна, що 250 днів вони не трактують, як 250 робочих. Це треба юристів не перепитати. Україна активно бере участь у вирішенні торговельних суперечок, як позивач, як відповідач, так і як учасник третьої опори. Як позову головним чином вони йшли до Грузії. Сценарі не зареєстровано. На початку заяви про занепокоєння вистачили для того, щоб це питання знялося. Проти Вірменії, проти Молдови, відповідно там алкоголь, тютюни, навколишній середовщі, Австралії, питання маркування тютюнових народів. Молдова проти України подала взаємний позов. І в 2013 році Японія подала позов на запровадження спеціального захисного мита на автомобілі. Там основна була проблема, що за їх твердженням не додержувалися процедури, прописані в угоді. Про спеціальні заходи не було надано в нас, не кажучи, компенсації в ситуації відносно зростання імпорту. Це не до кінця прописано, скільки я розумію, в нашому законодавстві, але це є в угоді. Україна має таке законодавство, що угоди, міжнародні угоди мають приймати над національним законодавством. І Україна активно бере участь в позовах інших країн. Багато щодо цю цю норму проти Росії за допровадження утилізаційного збору. Цікавіше, в 2014 році прийдалася до позов Росії, проти ЄС, щодо методології визначення цих антидепітів. І як і антипозов Китаю проти США, щодо питання антидепітного захисту. Я розумію, останній план нам цікавий для того, щоб краще захищати себе на цих ринках. І що робить бізнес? Я думаю, що Олександр розкаже більше, але просто хочу підкреслити, що хоча бізнес не представляє, він не бере участь безпосередньо до зусідів, як від свого імені, без нього, власне кажучи, нічого нікуди не зрушиться. Бізнес надає інформацію, бізнес, власне кажучи, за ініціативою бізнесу, все це починається. Уряд сам по собі, він, може, і знає ці проблеми, але під інформаційної підтримки бізнесу він не буде подавати від свого імені ці заяви. Тому якщо хтось хоче почати судитися в СОД, він має кооперувати з державою. Сприятливий бізнес в країні – це, власне кажучи, зенколо того, що ми отримуємо на зовнішній ринок, відповідно, і ми, і вони отримують на нашому ринку. Важливо, що це застосування належної регуляторної практики, тобто це прозорість, ефективність і так далі. Тобто, що наш законодавство воно стає також сприятливим, не тільки для зовнішнього бізнесу, воно також сприятливіше і для нас. Це громадізація технічних регламентів, про що ми казали, узгодження національного законодавства з положенням у ВОЦО по всіх країнах, в тому числі від нас, і кращу передбачуваність і прозорість. І останній блок – це знов захист, тобто це захист внутрішнього ринку. Очевидно, що якщо проти нас може бути за розслідування, то і ми можемо захищатися. Якщо існує ситуація недобросовісної конкуренції, ми говоримо про антидемні – це компенсаційні заходи, антидемні – це компенсаційні за субсидії. А якщо просто йде зростаючий імпорт, то треба захистовувати спеціальні захисні заходи і це для захисні заходи ЕСЕЄВ, і те, що в військові. Важливо, правильно їх застосовувати, щоб не було потім козахів, як скіпонію, тобто чутково зважати на положення оборцю. Державна допомога – ніхто не каже, що субсидії в соцзабороненні. Вони не заборонені, але їх застосування має якомога меншу криблю торгівлю. Якщо ж ці субсидії є, вона так звана та, що може спроволокувати дію. Тобто якщо ви застосовуєте субсидії, хтось може позватися, а може і не позватися – то вже як буде. В Угоді про асоціацію там більш жорстке регулювання. В принципі, Україна зобов'язалася переходити на принципи регулювання державної допомоги, які застосовуються в Європейському Союзі. І ми можемо спогармонізовувати законодавство в цій сфері. Загалом з другого ринку – це тарифні бар'єри, які відповідають зобов'язаному зв'язку Миннеса. Ну, я вже думаю, що це очевидно, що сон – це не зони вільної торгівлі. Там у Миннесі досить. Помітні зони вільної торгівлі – це вже з окремою країною. Ліцензування, яку спрощує, важливо на автоматичне ліцензування. І, в принципі, можна захиститися переглядом зобов'язань. Але це форс-мажор і треба дуже чітко розуміти, що коли ви переглядаєте зобов'язання, ви хочете собі щось краще, ви маєте зрозуміти, які сектори готові за це заплатити. Наприклад, те ж саме – це як у спеціальних заходах компенсація. Ми піднімаємо ставку на одні товари, хтось має за це заплатити. Якийсь інший сектор має відкритися, або як він буде… Його експорт цього сектору може надрогнутися на вищі перепони. Наприклад, ситуація з автомобілями, який вам найближче, ви знаєте цей випадок. Туреччина теж була несправданим за введення цих спеціальних мит, і вона захистилася підвищенням віздного мита на продукцію українську, але не на автомобіля, на що хто знає? На волоських оріхів. Тобто сільське господарство, власне кажучи, виробники волоських оріхів, вони оплачують те, що застосовується спеціальної віздної мити в Україні на легкові автомобіли. Тобто зв'язки можуть бути дуже неочікувані, і треба, якщо ви ініціюєте перегляд запов'язані, треба розуміти, хто готовий відкритися. Без цього такі переговори будуть, в принципі, гарними, тому що без балансу, розуміння балансу, середині України, важко думати про баланс зовнішнього. Те, що я казала, Україна майже в них прийде в нових розслідувань, і дозаймала антидепрогових заходів. І підсумовуючи те, що я сказала, що ж дає членство країни СОН, захист від дискримінації, краще, більше можливостей. До речі, це не доведено, тому що це, можливо, це було, але до цього проти України дуже глино започатковувалися різні розслідування. Після 2008 року, після того, як не було членство, в період кризи, хоча б втиск, це ні згод, ні в Європі, ні в ЄС, проти України не було розпочатка нових розслідувань. І експерти кажуть, що можливо саме тому, що ми вже були членами СОН, і доводити це було б складніше, і треба було б йти чинко по процедурах СОН. Більшу стабільність законодавства, і краще передбачення, є і головне можливість впливу. Тобто ми знаємо, що є, як воно, які межі змін, ми знаємо, що збирається робити, і ми можемо хоча б спробувати впливати на ці зміни, і не лише в своїй країні, іде лише це легше зробити, але й в інших країнах, при чому, можливо, об'єднаючи інтереси гробників кількох країн, тобто захистившись, тобто знайти вже глобальних партнерів. І існують інструменти захисту, як від неба доброчесної конкуренції, так і від зростаючого рівня. Дуже дякую, і я не знаю, думаю, що треба передавати слово далі колегам, потім за захистання. Дякую. Дякую.